Какая игра 2015 года самая красивая? Ведьмак 3, Dying Light, может быть Batman Arkham Knight? И когда в голове я придумывал эту шутку, то считал, что в 15 году не было красивых игр. Однако, если выбросить из этого списка рыцаря Аркама, то мы получим в целом графонистые проекты, которые и в подметке не гаятся ордену 1886. Да, именно об этом проекте сегодня пойдет речь. Потому как весьма недооцененный проект слэш-кинцо, слэш-игра с рамками сверху и снизу, слэш-30 кадров лог, стал именно той игрой, которая оказалась буквально ни рыба ни мясо, но почему-то именно ей я хочу уделить внимание. Что вызвало столь неоднозначное мнение об этой игре у игроков и критиков, когда очередной эксклюзив Sony вышел в свет. Сегодня мы поговорим про The Order 1886 подробнее, узнаем, что игра с собой представляет, как создавалась и почему даже старушка PlayStation 4 выдает настолько хорошую картинку. А поэтому не будем томить, присаживайтесь поудобнее, вы на канале в красном, я Андрей. Погнали! Ну а перед тем, как мы начнем, хочу вам рассказать о том, что совсем недавно мне пришел картридж Super Mario Wonder, который я заказал на Яндекс.Маркете. По ссылочке в описании вы также можете его приобрести, а также любые другие товары на Яндекс.Маркете по хорошим скидкам. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, февраль 2015 года. Только что отгремели такие великолепные проекты, как Assassin's Creed Unity, Infamous Second Son, Forza Horizon 2, вторая Forza вышла в 2014 году, Alien Isolation и много-много чего еще. И все вроде бы круто, пафосно, графонисто, но разработчики из Ready at Dawn с поддержкой из Santa Monica Studio приняли решение, что хотят сделать супер стильную игру. Викторианская эпоха, Стимпанк, Assassin's Creed Syndicate до выхода самого Синдиката. Но как можно было сделать кошерный проект, если в твоем портфолио кроме платформеров и слэшера по богу войны ничего больше нет? Поэтому решение было принято почти мгновенно. Сделать простенький шутанчик, да такой, что прям киношно, что прям красиво, атмосферненько. И чтобы обязательно с рамками, которые будут раздражать игроков по сей день. А еще и сделать настолько среднячок, чтобы аж Sony не только забили на игру, но еще и на ПК ее вместе с Бладборном не выпустили. Че там, осталось всего три экза не выпущенных на ПК. Ну и конечно же, ни о какой поддержке PS5 и речи быть не может. Только обратная совместимость и не более того. А посему 60 кадров возможны только на прошитых пятых игровых станциях с фанатским патчем. Слушайте, дали бы 100 баксов тому разработчику, который одной строчкой кода разлочил бы игру на пятой плойке, ну серьезно. Короче, давайте ближе к разработке. Возникновение игры Орден 1886 связано с зарождением увлекательных концепций и необычных идей, которые воплотились в мире проекта. Команда разработчиков стремилась создать нечто уникальное и необычное, что вдохновило бы игроков и повергло их. Один из ключевых аспектов разработки заключался в создании атмосферы, которая переносила бы игроков в альтернативную реальность 19 века. Для этого разработчики уделяли особое внимание каждой детали игрового мира. От декораций и персонажей до диалогов и звукового сопровождения. Все элементы были тщательно проработаны, чтобы создать неповторимую атмосферу и погрузить игрока в нее. Дальнейший процесс разработки игры требовал постоянной работы над улучшением и совершенствованием. Команда разработчиков сталкивалась со множеством технических и творческих проблем, которые требовали постоянного поиска новых решений. Однако, благодаря настойчивости Орден 1886 смог стать не только технически продвинутым, но и увлекательным для игроков. Правда, оценки от них говорят об обратном, но это не важно. Кроме того, основным аспектом разработки стала работа над сюжетом и геймплеем. Команда разработчиков стремилась создать захватывающую историю, которая заинтересует игроков и сможет не отпускать их на протяжении всей игры. Помимо этого, в проекте были реализованы разнообразные игровые механики и элементы геймплея, которые придали игре дополнительную глубину и интерес. И все это не более, чем дневник разработчиков, который сладкий настолько, что аж в горле першит. Потому как на деле часть всего сказанного не является истиной в первой инстанции. Так, например, из-за неопытности, кроме красивой картинки и кинематографичности, разработчики не придумали ничего. Стреляй из-за укрытия и двигайся вперед. Снова стреляй, укрытие, вперед. И все это еще, как назло, прерывается постоянно. Потому как нас ждут только катсцены, катсцены и еще раз катсцены. Их тут больше, чем самого геймплея. А учитывая, что Орден можно пробежать за 8 часов, становится как-то грустно. В итоге Орден представляет собой результат совместной работы талантливой команды разработчиков, почти без опыта, которая смогла создать уникальный и красивый игровой мир. Благодаря кропотливой работе над каждой деталью игры, она стала не только технически совершенной, но и атмосферной, погружая нас в захватывающее приключение. Работа над игрой требовала не только технического мастерства, но и креативности и инноваций. Рэдди и Дон постоянно экспериментировали с различными идеями и концепциями, чтобы создать игру, которая была бы не похожа на другие. Этот процесс требовал усердной работы и постоянного стремления к совершенству. И да, в какой-то мере у них получилось сделать что-то уникальное. Что-то такое, что выглядит великолепно, но раздражает на каждом повороте. Я все еще буду придираться к рамкам, так как из-за этого мне пришлось аж формат видео менять. Ну и в итоге на моей памяти до Ордена не было шутанчиков, которые еще и кинцом являлись при этом, да еще и с такой картинкой. Каждый уголок Лондона воссоздан с невероятной детализацией, от мрачных переулков до величественных зданий. Графика и звуковое оформление создают неповторимую атмосферу, которая заставляет нас полностью погрузиться в игровой мир. Стоит также отметить уникальный арт-дизайн персонажей и архитектуры. Каждый человек, включая Галлахеда и его товарищей по Ордену, имеет свой собственный стиль и характер, что делает их живыми и запоминающимися. Архитектурные же шедевры Лондона, такие как Биг Бен и Вестминстерское аббатство, предстают перед игроком во всем своем величии и придают игре уникальный шарм и аутентичность. Один из ключевых моментов это система боя, основная механика игры. В игре представлен широкий арсенал оружия, от классических огнестрельных винтовок типа подобия Мосинки до экспериментальных энергетических, которые ой как сильно отличаются в импакте. Короче, стрелять тут приятно, а вместе с эффектом глубины и красивой графики можно сию умножать на два. Однако привыкнуть к отвратительному размытию в движении было трудно. Скажу вам так, в эпоху PS4 я прошел игру без каких-либо проблем. Но сейчас, когда уже привык к хорошему, а к нему привыкаешь как водится быстро, у меня минут через пять начали просто болеть глаза. И все исключительно из-за размытия в движении. Кто и зачем это дело придумал, мне не ясно до сих пор. Ну так вот, если привыкнуть к 30 кадрам не составило абсолютно никакого труда, хоть и играется подобное нынче ой как непривычно, то к однотонной палитре и как я ранее сказал размытию привыкнуть не удалось совсем. Хотя в целом визуальный стиль конкретно таким цветокором передан, я считаю, на ура. И скорее это мои проблемы, что от подобных приколов у меня болят глаза. Но вот над чем поработать стоило получше, так это над анимациями, которые то и дело прерываются и выглядят рвано. Тут уж, я считаю, можно было и постараться. Тем более, учитывая, что для игры вышло всего два патча, так как последняя версия игры 1.02. А судя по тому, что Sony выпустила даже коллекционные издания по ордену, надежды у них на этот проект были ой какие завышенные. Но опять же, вот честно вам скажу, игра не получилась плохой. Даже наоборот, как раз слабо на один вечер, это отлично. Но игроки взбунтуются и скажут, что отдали за нее на старте 4000 рублей и это что-то как-то дофига за развлечение на несколько часов. Это сейчас хомячки готовы покупать новое Call of Duty, в которой не меняется по сути ничего и основная метка сюжет проходится за три часа и тратят на это 6000 рублей, но тогда это нормы не было. Возможно, опять же, в свое время именно ценовая политика сыграла не в пользу проекту, который, очевидно, очень даже неплохой. Стрелять из пушек классно, но субтитры коситься не надо, так как игра имеет русский язык. И из этого всего вроде и складывается отличный шутанчик, но те ухищрения, на которые пошли разработчики, чтобы сделать орден крутым, сделали его хуже. Первый крупный проект, по моему личному мнению, для студии не оказался комом. Да, продажи так себе, эксклюзив тоже вроде бы такой себе. Но сама история, сеттинг и атмосфера заставили меня погрузиться в этот мир и проникнуться главным героем, который является точной копией Чарльза Ли из Assassin's Creed 3. Это я говорю на тот случай, если вы полролика гадали, кого же вам напоминает главный герой. Но всю кропотливую работу над текстурами, очевидно, загубила чрезмерная линейность и отсутствие чего-то, кроме катсцен и пострелушек. В ручках можно красиво покрутить предметы, посмотреть на классную детализацию текстур, пусть далеко не везде. И на этом, казалось бы, вся магия проекта заканчивается. И даже я, пытаясь написать сценарий, желая похвалить игру, нахожу в ней скорее большущее количество минусов. Однако сама разработка столь амбициозного с художественной точки зрения проекта не могла быть изначально спокойна и линейна, как сам проект. Вот что говорил ведущий художник персонажей Адам Скатт. У нас была очень высокая планка визуального качества в The Order, как в самой игре, так и для анализа моделей в Zbrush. Трудной задачей было привести всю нашу команду к такому уровню, чтобы качество абсолютно всех персонажей было одинаково высоким. То же относится и к аутсорсингу. Marvelous дизайнер нам очень помог, когда одежда персонажей рисовалась как художниками из аутсорсинга, так и собственными силами. В конце работы над проектом у нас появились проблемы с объемом памяти, что весьма потрепало нервы некоторым из нас, однако мы все преодолели. Нам пришлось поучиться, как собрать игру в единое целое, что, вероятно, немного выходило за рамки работы обычного художника по персонажам. Разработка проекта началась, как ни странно, с нуля в 2010 году. А до выпуска команда занималась тремя замечательными портативными проектами. Dexter, God of War Chains of Olympus и God of War Ghost of Sparta. Переход от PSP к PS4 потребовал немало усилий и новых инструментов в среде разработки, и студия приняла решение на создание собственного игрового движка. Разработка Онова с нуля имела свои плюсы и минусы. Значительно увеличилось время разработки, но появился контроль над внешним видом игры и выполнением задач. Matt Patineo, глава разработки движка, говорил, что студия всегда знает, какую игру создает и каким целям стремится. Цель при разработке для PSP была в создании игр меньшего размера. Однако в игре на консоли Гигантик, как PlayStation 4, разработчики стремились к реализму и уделяли особое внимание деталям. Таким, как падение света от свечи на разные виды ткани и 3D-сканирование текстуры моделей. Технология затенения тканей, разработанная студией, занимала много времени и усилий, как и система освещения в целом. Киношность же проекта появилась в планах, кстати, почти сразу. Даже в своем интервью разработчики говорили, мы живем кино и пытаемся воссоздать кинематографический опыт. Отсюда и пресловутые рамки и, возможно, нежелание Sony выпускать патч для новой консоли на 60 кадров. Решение же выбрать 1886 год было принято неспроста. Викторианская эпоха пронизывает город. Глава студии мечтал о камелоте и рыцарях круглого стола. Цель – создать атмосферу эпохи, но не изменять историю. Несмотря на это, студия старалась сдерживаться, чтобы не разрушить иллюзию реализма. Ру Верасурия, глава Рэдди Эдд Дон, рассказывал, как команда изучала Лондон и его облик, отправляя 20 сотрудников для сбора референсов. Понять, как жила столица в 1886 году, помогало изучению улиц. Нельзя понять, как течет жизнь в городе, ни разу не побывав там и не побродив по улицам. А некоторые из них существовали и в 1886 году. Лондон весьма историчен. Архитектурные стили разных эпох наложились друг на друга. Информация о костюмах собиралась не только для внешнего вида, но и для понимания, как люди в них передвигались. Разработчики внесли в игру элементы будущего, но сохраняя привычный облик города, создавая атмосферу истории и технологии. Смещая баланс в сторону вымысла, рискуешь разрушить иллюзию достоверности, и вернуть ее уже не удастся. Как я ранее упомянул, целью студии было воссоздать Лондон викторианской эпохи с таким же реализмом, как в историческом фильме. Включая воспроизведение различных оптических эффектов реальных кинокамер. Поэтому время от времени вы можете видеть на футажах при сильном пересвете грязь, которая как будто находится на объективе. Исторические фигуры, события и места играли ключевую роль в передаче атмосферы этой эпохи. Дизайн персонажа был разработан с акцентом на их характер. Он начинался с первоначального концепта, который убедительно передавал эмоции и личность каждого героя. Галахад, сын сэра Ланселота, опытный воин, но в то же время в нем прослеживаются черты обычного человека. Его взаимоотношения с другими персонажами, такими как Лафайет, создают динамику, за которой интересно наблюдать. Ранее состоявшие в близких отношениях Галахад и Леди Игрейна, стараются удержать друг от друга дистанцию, что им не слишком успешно удается. А опытный сэр Персиваль, по легендам вместе с Галахадом и сэром Борсом Де Ганнисом, искал священный Грааль. Но ни одной картинкой будет выделяться такой проект. Музыкальное сопровождение также влияет и на погружение, и на всю общую атмосферу, которую ой как хотели передать разработчики. Андре Аписино, технический директор, говорил следующее. Мы изобразили Лондон таким, каким он мог бы быть, но на самом деле не был, поэтому попытались сделать то же самое с музыкой. Сундтрек должен был передавать напряжение и важность момента, когда рыцари сталкиваются с полукровками. А поэтому один из ключевых элементов музыки – вокал, для записи которого использовался мужской хор из 24-х человек без участия женских голосов, что придавало звучанию особую глубину. Композитор Джейсон Грейвс стремился к тому, чтобы уже с первых нот было понятно, что это трек из игры Орден, и ему это удалось. Музыка воплотилась в уникальном исполнении, придавая произведению неповторимый характер. Если бы я мог описать музыку к этой игре одним словом, я бы выбрал слово «тяжеловесный». В музыке присутствует большое количество противоречий, что делает ее более тревожной, а музыканты, в свою очередь, придали игровым трекам промышленное звучание. Композитор такого проекта должен был обладать опытом работы как в кино, так и в игровой индустрии. Поэтому выбор пал на Джейсона Грейвса, который известен над работой с серией Dead Space. Изначально у меня были мысли пояснить вам за сюжет, рассказать все тонкости, но, честно говоря, я никогда не хотел и никогда не любил рассказывать сюжеты. Я сделал это, как мне кажется, всего лишь раз в ролике по Зельде. И помню, как тяжело мне это далось. Да и в целом не вижу смысла пересказывать то, что вы можете сами узнать, пройдя игру, на которой уйдет от силы два вечера. Даже если проходить вы ее будете на высокой сложности, что, кстати, я рекомендую сделать. Погрузиться во второй раз в этот проект, скажу честно, мне было приятно. Ненавижу перепроходить игры и, собственно, никогда этого не делаю, но тут прям хорошо. Это как пересмотреть любимый фильм во второй раз спустя очень много лет. Орден 1886 не является плохой или отвратительной игрой. Из-за своих амбиций в лице киношности простенький шутер с неплохим сюжетом и задумкой превратился в белую ворону, про которую даже забыли те, кто все это и крышевал. И хотя игру на ПК не выпустили и, видимо, уже никогда не выпустит, я все же советую с ней ознакомиться самостоятельно. Тем более у кого сейчас нет дома PlayStation 4. Так что обязательно поиграйте и сами на себе прочувствуйте ту атмосферу, которую должным образом смогли передать Ready at Dawn. Не забывайте также делиться в комментариях вашим мнением по поводу игры, если проходили. Я все читаю, мне интересно узнать, что вы обо всем этом думаете. Увидимся в следующих роликах. Субтитры подогнал «Симон»